Здравствуйте! Сегодня 3 ноября. Нацвело немножечко. В этот раз прям много нацвело. Много интересного. Что-то цвело в первый раз. Начнем, как обычно, справа налево. На бутонах стоит котлея магии Рафаэля Семиальбова. Цветет она у меня каждый год, поэтому цветение уже повторное. Все растит бутоны, которые гибрид на ринхостилес. Все, просоту ждем. Цветет первый раз, но если быть точнее, то не первый раз. Котлея Максима Церулейная. Я ее получила от итальянского поставщика. В прошлом году у меня пробовала цвести одним цветком. Цветок рос без чехла, и он такой был кривой, некрасивый. Думаю, ну ладно, подождем второго цветения. Ну вот, это второе цветение этого растения. Растение достаточно крупное. Цветы тоже очень крупные. Имеют нежно-голубой цвет. Ну, породистая дама, как говорят. На фоне руки цветок вот такой вот. Ну и на фоне руки можно понять, какой объем цветения. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, четыре и три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восемь штучек. Восемь цветов. Размер цветка примерно сантиметров 15. Потом цветет на заднем плане Динар Блю Хэвен. Цветок тоже очень крупный. Я его поэтому поставила на задний план. Четыре огромных цветка. Вот таких вот красивых. Цветение тоже второй раз. Уже не так интересно. Но само растение мне досталось очень хорошим. Потому что ровные цветы. Может, это у всех Динар Блю Хэвен ровно цветет. Но достаточно редко для котлей. Потому что все в растопорку цветут. Красиво. Цветет со сплэшиками. Это... Это было название. А, Вальтер Вульф. Вот такая вот гибрид Виолоцеи на максимум. Вот такие вот сплэшики дает Виолоцея в родителях. Вот такая вот красивая получилась. Мне нравится она за свою необычность. Цветет она очень хорошо. Вылез рост. Сразу чехол. И уже выходят бутоны. То есть очень беспроблемно. Цветет Фабия Симюальбова от Колумбии. И дама красивая. С крупными красивыми цветами. Аромат тут стоит потрясающий. Так. Это умненько все цветет. Расцвела котлейка Филипп Хэч. Это гибрид Еллоу Бёрд. Птичка желтая. На котлею Шелериану. Вот такой вот красивый гибрид. У всех цветет по-разному. Ну вот у кого как. Цветет Баврингеара циррулейная. Сначала она меня не впечатлила, когда цвела у меня там тремя-четыремя цветками. Сейчас, когда она цветет букетом, это достаточно красиво и необычно. Высокая. Так, еще цветет одна циррулейная Максима. Я ее растила с Сиэнсом. Ну что помнит канал. Я размывала фласку. Вот 15.08.19 год. Вот такая вот котлея. И она у меня зацвела первый раз. Цветок крупный. Цветок, наверное, чуть более голубой. Ну они разные. Различаются. Кто скажет одно и то же. Ну немножко они разные. Вот такая вот красота. Так, что у нас тут еще интересного. Башмак начинает раскрываться. Вот такой вот красивый, тудовский. Так, на бутончиков Купсилон Дендропиум. Такие вот бутончики. И он имеет вот такие плоские-плоские бульбы. Растение уже давно получало. Вообще какие-то страшненькие. А сейчас очень симпатичные. На бутончиков Кастрохилус. Да, вот такой вот. Покажу бутону ближе. Интересно. Вот так вот идут цветоносы у него. К вандовым хваленопсисам относятся. Цветет целогинка. Она и в прошлое видео попадала, и в этот. В общем, револьверного типа цветения. Такая вот красота. Это котлея зефир. Зефир, который вот такой вот. Бирочка. В общем, у Колумбии путаница со всем этим счастьем. С названиями совсем. Ну вот, вот с такой биркой цветет так. Но я все-таки думаю, что это посев. И все. Зерна будут цвести у всех по-разному. Вот у меня второе растение написано просто этими же словами. Просто бирка в другом направлении. Но расцвелось немножко другое растение. Боря прожилок больше. Здесь она вот такая. Сказать, что она некрасивая, я не могу. Она красивая очень. Поэтому, конечно, она будет украшением любой коллекции. Цветет люминоза. Люминоза у меня вот с такой бирочкой. Вот с такой вот. Это получается Давиана Розита на теневроза Винниколор. У меня есть люминоза другого поставщика. Там другие родители. Ну, немножко другой цветок. Здесь другой. Но все равно это люминоза. У этой губа более вытянутая. Прожилочек больше цветочки. Вернее, в губе. Поэтому тоже необычная красавица. Ну и зацвел у меня, как я, любитель линфостилесов. Первый раз, конечно. Запах. Запах мне напоминает запах Таиланда почему-то. Ну, вот так вот там пахнет. Вот так вот цветами. Красивые восковые цветы. Держатся два месяца. Ароматные. Красивые. Кстати, такой цвет у меня зател первый раз. У меня был спут. Красный, там белый. Но именно вот я такой хотела себе в коллекцию. Чем старше растение, тем больше цветоноса. И вообще оно достаточно компактненькое. Только вот листики на уровне фаленопсиса. И растет, и цветет, и пахнет. Что еще надо? Ну, вот такой вот. Там башмачок стоит. Башмачок с цветоносиком. Вот такой вот. Невеум навалвин. В общем, он имеет короткий цветонос и большой цветок парусного вида. На заднем плане там грузеродосум, но доцветает. Ничего особенного. Ну, вот такой вот обзор по цветущим. Начинает распускаться наверху. Плектациаминтус каудатус. Первые цветы открывает. Вот такие вот красоты на целье. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует...